До 90% информации об окружающем мире мы получаем именно благодаря зрению. Глаза помогают нам познавать мир, общаться, ориентироваться в пространстве и просто полноценно жить. Поэтому, когда острота зрения портится, это повод немедленно обратиться к офтальмологу. В особой опасности – дети. Все это связано с гаджетами, с телефонами, планшетами, с дистанционными обучениями. К сожалению, родители каждый год не приводят, не записывают к окулисту и поздно выявляются какие-то нарушения. Поэтому это очень хорошая возможность обратиться к родителям, записывайтесь к окулисту каждый год. Врачи утверждают, каждый второй ребенок сейчас имеет проблемы со зрением. Чем раньше это заметят взрослые, тем больше процент зрения удастся сохранить. Представьте, что вы идете на фитнес и качаете одну и ту же мышцу. Что с ней становится? Потом несколько дней – она в тонусе. То же самое с глазами. Ребенок начинает на близком расстоянии, постоянно, долго, на протяжении долгого времени качать мышцы глаза. И происходит спазм, как вы сказали, спазм аккомодации, спазм мышц. Спазм аккомодации. Врачи говорят, если вовремя не принять меры, приведет к близорукости. Поэтому так важно следить за детьми. Не щурятся ли они, все ли слова с магазинных вывесок могут прочитать. Третьеклассник Георгий Летодиани. Всего только три недели, как видит мир во всех красках и подробностях. До этого мальчик долго скрывал проблемы от родителей. Раньше, ну, прям не хотел, боялся, что, ну, как что смеяться будут. Ну, у нас в классе много, кто очки носит, но... Не смеются? Не-не. Нет. Ты доволен, что теперь ты все видишь? Ну, да. Поколение гаджетов, хоть и ограничивало, но у нас все связано с гаджетами, абсолютно все. Поэтому и телевизоры, и школьные порталы, и учеба. И учеба, и захотим, чтобы не прогрессировало. Ну, а в дальнейшем уже будем смотреть. Ну, пока очки нравятся, потому что видят. Кроме ношения очков, мальчику порекомендовали посещать кабинет охраны зрения для занятий на аппарате «Ручеек». При близорукости рекомендуется делать такие 10-дневные курсы не реже, чем раз в полгода. Тренирует именно мышцы, то есть создает фокус, фокусное расстояние. Тут, значит, направлено на разную степень близорукости. На слабую, на среднюю, на высокую. В зависимости от этого, там в настройках мы увеличиваем размер букв. Также в кабинете охраны зрения множество других аппаратов, которые помогают при косоглазии, амлиопии, астигматизме, тренируют глазные мышцы. Ежедневно его посещают более 20 человек. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.